Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире передача «Якутик сегодня». У микрофона я, редактор Ким Мария и мои коллеги Николай Слепцов-Айдын и Ольга Степанова. Буквально на следующей неделе Республика открывает уже по традиции фестиваль «Зима начинается с Якутии». Посвященный зиме, вечной мерзлоте, северному холоду и, конечно же, якутскому гостеприимству. Фестиваль пройдет неделю с 27 ноября по 3 декабря. Целую неделю фестиваль насыщен различными мероприятиями. Мы поедим строганину. По традиции пройдет гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», где мы продегустируем различные вкусные блюда. Также мы сможем посетить концерты, выставки, спортивные состязания и мастер-классы. И о том, какие мероприятия будут проходить в Якутске, нам сегодня расскажут наши гости. Павлова Татьяна Алексеевна, начальник отдела потребительского рынка мэрии города Якутска. Здравствуйте. И Кривошапкина Василина Васильевна, заведующая Центром культурно-массовых проектов управления культурой и духовного развития тоже мэрией города Якутска. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какое мероприятие в этом году откроет фестиваль? Фестиваль «Зима начинается с Якутии» открывает традиционно международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». В этом году статус у него международный, потому что в нем примут участие команды из зарубежья. Монгольская команда, их три команды, мы их уже буквально завтра встречаем. Будут команды из Белоруссии, Хабаровского края вчера у нас уже прилетело две команды, причем они смешанные, мужчина и женщина. То есть по условиям конкурса это не возбраняется. И кроме того, у нас будут две абсолютно женских команды. Всего примет участие 16 команд. И вот продолжая географию наших участников, скажу, что заявились к нам команды скульпторов из Тувы, Калмыкии, Бурятии, Хабаровского края, я сказала, Московской области и из нашей республики. Вот 16 команд поборются за главные призы. География расширяется в Ежегодно. Да, мы этому очень рады, потому что это дает возможность узнать о нашей республике за пределами России в том числе. И, в общем-то, участники, которые к нам приедут, они, в общем-то, заинтересованы, а некоторые еще и приезжают не первый раз. Да, вот есть участники, которые принимают с какой-то периодичностью 2-3 и более в нашем фестивале, в рамках фестиваля в конкурсе ледовых и снежных скульптур. Что еще хочу сказать. Призовой фонд денежный. Конкурс будет проходить по номинациям «Блиц-турнир», который пройдет буквально в понедельник, 27 ноября, на площади Орженикидзе. В 10 утра состоится открытие. Горожане могут прийти посмотреть. На состав команд тема «Блиц-турнира» будет посвящена восьмым международным спортивным играм «Дети Азии». Отличная тема, да? Да, потому что она актуальна. Мы к нему уже во все готовимся. По ледовым скульптурам конкурс тема посвящена «Мир будущего». Мы надеемся, что в ледовом парке «Северное сияние» на 202-м микрорайоне будет опять невероятная красота из ледовых фигур. Все горожане завсегда-то и знают, что эти фигуры красиво подсвечиваются. Каждая работа носить будет свое название. Авторы скульптуры будут отмечены. И буквально до весны, пока погода позволяет, эти фигуры будут украшать акваторию пляжа на 202-м микрорайоне. По снежным скульптурам тема свободная. Решили в этот раз дать возможность нашим участникам проявить всю свою фантазию, творчество, показать, на что они способны. И я хочу отметить, что, в общем-то, все думают, наверное, сложнее всего изо льда создавать скульптуры. Но они получаются невероятно красивые, филигранные, утонченные, ажурные. А на самом-то деле участники отмечают, бывалые люди, члены жюри, что, оказывается, и снег-то сложнее создавать работу. Потому что снег – это такой хрупкий материал, в отличие от твердого льда. Поэтому мы надеемся, что как-то наши скульпторы постараются и удивят нас в этом, дали им возможность фантазировать. Да, и тем более свободная тема, да? Ну, а закрытие, вернее, награждение победителей мы проведем 3 декабря в рамках, когда уже будем проводить народный праздник Строганина в Центре культуры современного искусства имени Гагарина. Кстати, скажу, что вход свободный, поэтому 3 декабря с 15 часов можно прийти, посмотреть соревнования по строганию свежемороженной рыбы, и заодно узнать имена победителей международного конкурса ледовых и снежных скульптур «Приллианты Якутии». Если идти вот по последовательности, по хронологии, в дальнейшем наш фестиваль продолжится. 1 декабря мы зажигаем главную ёлку города, города Якутска, на площади Орженикедзе в 17 часов. Подготовка идёт вовсю. Как бы фишечку открывать не буду, но мы красиво завершим, зажжём нашу ёлочку, огни загорятся, и мы завершим это красивое действие шествием автомашин с красивой иллюминацией. Поэтому я думаю, что это будет очень красиво. Вот шествие с красивой иллюминацией – это первый раз, да? Вот в рамках фестиваля «Зима начинается с Акутей». Да, Мария, вот это мероприятие мы придумали буквально недели две назад. В тестовом режиме мы нынче запускаем шествие новогоднее колонна трудовых коллективов. У нас на первомайские праздники шествия у нас всегда бывает. А именно на Новый год, чтобы были оформлены иллюминации, светодиодными лентами, вот такая вот, ну, небольшая грузовая техника, у нас такого никогда не было в Якутске. Вот, и уверена, что получится очень красиво, будет очень красочно, ярко. Вот, и шествие у нас начнётся с площади Ардженкидзе, порядка 20 машин. Они у нас проедут по проспекту Ленина до площади Дружбы. Вот, ну, я хочу обратить внимание, что для удобства жителей, автолюбителей, дорога у нас перекрываться не будет. Сразу хочу предупредить. А сами организации предприятия с каким энтузиазмом? Вы знаете, мы когда предложили, мы собрались узким кругом, вот, мы когда предложили, то с огромным энтузиазмом, с удовольствием приняли наше предложение. Вот, это наши городские предприятия. Якутская птицефабрика. Птицефабрика, да, у нас есть. Гармалзавод, ФПК Якутия, хлебокомбинат и Скиф будут участниками первого шествия. Ну, как 1 мая практически, да, только уже зимняя версия, и в рамках зимы начинается с Якутии, отлично. А вот про вкус Якутии давайте поговорим. Буквально до начала нашей передачи вы рассказали о том, что для принятия участия к нам приехали участники из других регионов. Да, да, да. Ну, нынче вообще вот этот фестиваль «Вкус Якутии», он у нас юбилейный, то есть 10 лет проходит. Огромная благодарность Ассоциации гостеприимства Республики Саха-Якутия, которые занимаются вот этим мероприятием. Нынче проводим при поддержке окружной администрации города Якутска, то есть совместно. Это целый цикл гастромероприятий. Вот, а нынче «Вкус Якутии» у нас также имеет международный статус. К нам приезжают гости из Казахстана, приедут гости из других городов, северных, сибирских регионов. И у нас будет представлена нынче кухня, значит, приморская кухня, дальневосточная кухня, арктическая, ну и, конечно же, якутская кухня. Вот, будет проходить в формате, то есть 27-го начинается, и в течение недели 12 у нас ресторанов-участников данного мероприятия, конкурса. Ну и, соответственно, каждый день шефы, приезжие и приглашенные, совместно с нашими шеф-поварами будут представлять гастросеты, дегустационные сеты, любой желающий гость, житель города Якутска сможет посетить вот данные мероприятия, ну и, соответственно, посетить вот гастро-ужины, да, которые будут проходить в течение каждого дня недели. А вот эту вот более подробную информацию наши телезрители, радиослушатели смогут узнать у нас? Да, есть официальный сайт «Вкус Якутии» и на сайте окружной администрации. Ну и в социальных пабликах, естественно, идёт информация. Рестораны, время, во сколько можно туда прийти покушать? Да-да-да. Сибирскую, дальневосточную кухню, отлично. А расскажите, пожалуйста, ещё какое, может, какое-то новшество есть в этом году? Ну, в этом году мы, конечно, постарались вовлечь вообще в фестивальную программу, да, максимально это и детей, и взрослых, и более старшие поколения. Например, у нас пройдёт очень большой творческий проект, называется «Многогранность якутской зимы», где можно будет по разным номинациям. Детские рисунки, вокальное искусство, танцевальное творчество, прикладное искусство. То есть всё, чем наши горожане умеют в своё свободное время заниматься и любят это дело, могут принять участие. Да, мы это всё опубликовали тоже вот буквально во всех наших социальных пабликах и на сайте Управления культуры и окружной администрации. Поэтому ещё есть время заявиться. Мы никого ни в чём не ограничиваем. Абсолютно всё доступно и несложно как бы по своему техническому исполнению. Кроме этого, будут проходить у нас в доме Арчи обряд по традиционной нашей якутской еде, исконной. Кому интересно, тоже можно прийти, доступ свободный. Мы покажем обряд кумысапития. Во-первых, изготовление и как правильно этот обряд проводить. Потому что мы же знаем, у нас фестиваль зимний, но тем не менее, летом у нас замечательный праздник. Наш национальный праздник Эсэх Туймады. И для нас очень важно, чтобы наши земляки, якутяне, правильно подходили к обрядовым мероприятиям, как и в рамках Эсэха, так и в любое время, когда мы гостей встречаем. Какие-то большие события, семейные праздники, юбилеи, торжества. Обязательно наши якуты, как предки издревле проводят обряд. Алгысы обязательно с обрядом кумысапития. Поэтому нам бы хотелось вот эти традиции возродить и научить наших горожан, участников, земляков, гостей проводить этот обряд правильно. Потому что там есть определенные каноны, как говорят наши алгыситы. Да, надо подходить к этому на самом деле очень серьезно, потому что мы же обращаемся к нашим божествам Аи, просим у них благословения. А это нужно делать как бы очень серьезно и правильно. Вот как от жителей города Якутска вам огромное спасибо организаторам, да, то, что вы не стоите на месте, вы организовываете, расширяетесь, зовете гостей из других регионов. И не только регионов, но и стран, я так понимаю, да? И вот во всем вот этом феерическом мероприятии, которое у нас пройдет целую неделю, самый кульминационный момент – зажжение нашей городской елки. Да, как я уже сказала… А фишечку вы нам сказали? Да, пока не открою, потому что если все рассказать, уже будет неинтересно. Все-таки надо держать интригу, чтобы был какой-то вот эффект вау, да? Да. Ну, конечно же, мы ее зажжем на площади Ашникидзе 1 декабря. Традиционно первый день зимы, неважно, какой это день недели. В 17 часов на площади Ашникидзе. Приходите обязательно и станьте свидетелями этого грандиозного события. Непременно. Будет все феерично, красочно. Будут ростовые куклы, будут аниматоры. Чтобы не замерзнуть в ожидании, пока мы зажжем елочку, вместе дадим отсчет с руководством нашего города. Будут сказочные персонажи. И вот как они появятся, вот в этом-то и интрига. Ну, потому что хочется создать атмосферу сказки, волшебства. Потому что это такой праздник, от которого мы ждем действительно волшебства. И чтобы наши желания все исполнились. Я надеюсь, что многие загадают в определенный момент, пока елочка не зажглась. Уже на последний отсчет свое желание, оно непременно исполнится. Вот я обязательно туда пойду, желание загадать. Так, еще я бы хотела сказать, что мы еще проводим юбилейный творческий проект Августины Филипповой. 2 декабря в Центре культуры современного искусства имени Гагарина пройдет ее творческий вечер, я считаю, грандиозный. И он будет проходить в таком театрализованно-сказочном формате. И называется она «Улукоморье». Где Августина Николаевна представит, презентует свою новую коллекцию. И это все посвящено ее юбилею. В этом году ей исполнилось 75 лет. И, конечно, для многих нас это будет, наверное, очередным подарком. Потому что все мы знаем те образы, которые она создает. И специально для фестиваля «Зима начинается с Якутии». Образ повелителя холода Чесхана. Образы якутской зимы, харчаны. Ну, коллекция, по-моему, если я не ошибаюсь, состоит из 12 образов, на которые была создана сказка, мюзикл. И все это было сшито. Образы придуманы, созданы и сшиты под руководством Августины Николаевны Филипповой. А мероприятие где будет проходить? В Центре культуры современного искусства имени Гагарина 2 декабря. Да, вот по времени я могу ошибиться, но это будет проходить в вечернее время. И необходимо уже позаботиться о том, чтобы приобрести билеты. Да, мероприятие в рамках фестиваля, но невозможно искусство просто вот так вот отдать. Да, все равно. Надо что-то посмотреть, и зал не может вместить, к сожалению, всех желающих. Поэтому будут продаваться билеты. А можно узнать, почему имя, название вот этого вот программы? У Лукоморья? У Лукоморья. Ну, это, опять же, сказочная тема. Ну, вот так вот Августина Николаевна решила как-то... Все хорошо. Да, есть зимний, как бы, вариант, да, мы рассматриваем, как зима начинается с Якутии, продуманной ею, а есть вот Лукоморья, там тоже, я думаю, что будут не менее прекрасные образы и наряды. Спасибо большое. И опять же возвращаемся к тому, что все мероприятия, они полностью и подробно расписаны на сайте, в социальных пабликах, и вы можете там узнать и время проведения, и место проведения, и не пропустить интересующие вас мероприятия. А теперь, дорогие мои, окунемся маленько в историю. И я хочу, чтобы вы нашим телезрителям, радиослушателям рассказали вообще первые шаги этого уже традиционного, такого масштабного сейчас уже, да, и международного фестиваля. Наверное, я расскажу, да, постараюсь кратко, потому что хочется рассказать много. Вообще идея проведения фестиваля возникла в 2011 году при поддержке Министерства предпринимательства и развития туризма Республики Саха-Якутия. И когда уже появилось понимание, что мы можем делать такой большой фестивальный формат, почему бы нам не заявиться в российский календарь. Было подготовлено предложение, и этот проект мы предложили Ростуризму. Они с радостью приняли этот проект. Нам оставалось только придумать название такое ёмкое, чтобы оно звучало, и уже вся Россия могла знать, что действительно на этот фестиваль стоит приехать, что он интересный, такой и творческий. И мы же говорим о том, что мы хотим привлечь туристов в наш регион. И как бы это... Тогда мы говорили, мы можем продать только холод. Мы должны им предложить сказку. Тогда вот появились же вот эти вот снежные реснички, да, при минус 50. Что мы ещё могли показать? Рыбу. Возник фестиваль «Гастрономический вкус Якутии». То есть постепенно мы начали расширять как бы вот программу нашего фестиваля. А вообще начиналось оно только с народного праздника Страганина, который мы провели в Саха-театре, и с конкурса ледовых и снежных скульптур. Вернее, только ледовых скульптур бриллианты Якутии. Причём идея принадлежала очень уважаемому человеку, Атласову Василию Николаевичу. Он в своё время начал буквально вот сам, в единственном лице, как энтузиаст, инициатор в местности Сото, просто проводил конкурс небольшой. Участники были все близлежащих районов улусов. Затем он с этой идеей пришёл в управление культуры и духовного развития города Якутска. Эту идею его поддержали, и он уже обрёл статус сразу же не городского, а республиканского. И вот тогда мы поняли, что нам уже как-то вот тесновато, а не выйти ли нам на международный уровень. И получилась. Мы попали в точку. Мы сами выходили на управление разного уровня ведомства, приглашали к нам на этот фестиваль. И вот на самом интересном месте мы переключаемся пока на рекламу. Вы не покидайте нас. Через 4 минуты мы вернёмся к нашей беседе. Ещё раз здравствуйте. Это вторая часть нашей передачи «Якутск. Сегодня». И у нас сегодня в гостях организаторы, не побоюсь этого слова, наилучшего фестиваля «Зима начинается с Якути». И мы вернёмся к Василии. Да, я продолжу историю фестиваля. Как я уже сказала, Василий Николаевич Атласов, в общем-то, один из первых инициаторов и идейных вдохновителей, вдохновителей организации конкурса ледовых скульптур. И название мы сохранили «Бриллианты Якутии». И вот, как я уже говорила, вернее, этот конкурс сначала был республиканским, международным. И когда мы поняли, что нам надо как-то рамки фестиваля ещё больше расширять, мы, значит, с Министерством предпринимательства сели за стол и начали предлагать варианты. Что мы ещё можем показать, провести? Как я говорила, гастрофестиваль «Вкус Якутии». Потому что если мы строганину, лёд, искусство, творчество и еду показываем, ну, давайте мы расширимся, и кроме рыбы-то мы же что-то можем предложить гостям и тем туристам, которые приедут к нам. Вот так вот появился «Вкус Якутии». Затем мы пошли ещё дальше. Решили, что у нас образ зимы якутской есть, Чисхан, повелитель холода, есть, но чего-то не хватает. И решили, нам нужен Дед Мороз с Великого Устюга. Прямо с резиденции настоящего Деда Мороза российского. И тогда уже возникла чёткая дата. Первый день зимы, 1 декабря. Фестиваль «Зима» начинается с Якутии. Первую ёлку зажигаем в Якутии, в России которой, да, в Якутии. И оттуда Дед Мороз получает символ холода из рук Чисхана и едет по городам России, зажигает ёлки, вот как бы с нашим символом холода. И потом мы даже имели обратную связь, когда российский Дед Мороз приглашает к себе в резиденцию Великий Устюг Дед Морозов для участия в параде и фестивале Дедов Морозов со всей России, со всех регионов России. Наш Чисхан поехал туда, надо же его чем-то поздравить, отметить это дело. привёз ему хаски, белая, абсолютно белая собака породы. Хаски с голубыми глазами. Это было так мило. И только щеночек. Я даже вот, надо бы нам уточниться, да, с коллегой статья, мы узнаем, а что с этим щеночком? Он, наверное, уже сейчас большая собачка, может быть, он там возит где-то, ребятишек катает. Надо бы уточниться, вот хорошая идея. И, конечно, мы эту идею так поддержали в форме сказки. И после этого вот в рамках фестиваля, буквально, по-моему, где-то на пятый или седьмой год, Августина Николаевна предложила создать мюзикл. То есть это ещё и театрализованное какое-то большое представление музыкальное. В общем-то вот так каждый год что-то прибавлялось. В итоге мы подумали, что-то к нам туристы не очень... Желают, да, приехать. Ну, в всяком случае, валом не валят. Надо что-то придумать. И было решено пригласить пул блогеров и журналистов федеральных СМИ, чтобы им полноценно... Это был, по-моему, как раз один из юбилейных, уже десятый, если не ошибаюсь, или пятый фестиваль. Ну, чтобы был повод, да. Пригласить, рассказать, показать. И, в общем-то, уже мы понимаем на сегодняшний день, что мы были правы, что действительно фестиваль уже шагнул за пределы и республики, и России. И вот сейчас уже, да, мы отмечаем, что туристы к нам едут посмотреть наш праздник, поучаствовать, попробовать, вкусить и так далее. Зима начинается сикуте. Да, теперь это уже такой очень даже известный, популярный. Мы его презентовали на разных площадках, в разных странах. Это было и в Турции, это было и в России, во всяком случае, и в Москве, и в Санкт-Петербурге в рамках Дней Республики Сахай-Якутия, и в рамках юбилейных мероприятий. Поэтому заинтересованность есть. Конечно, мы стараемся с каждым годом его ещё чем-то интересным, что-то интересное добавить, показать, представить. В общем-то, это наша работа, и мы надеемся, что в ближайшем будущем что-то ещё родится, и наш фестиваль уже, может быть, станет, кто его знает, может быть, международным, в полном объёме. И вот спасибо большое, Василина Василёна, за замечательную историю. И, Татьяна Алексеевна, я бы хотела, конечно же, уточниться про социальную направленность фестиваля этого года. Ну да, то есть фестиваль, он же должен быть многогранным, то есть это не только зрелище, но и направленность, допустим, научная должна быть направленность, какие-то научные аспекты должны быть рассмотрены, социальную направленность, не забываем, конечно. Ну вот, бренд-шеф этнокомплекса «Усадьба Атласовых», наш хороший друг Николай Атласов, он проводит в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии», в этой усадьбе проводит мастер-класс, совершенно бесплатный, для детей-участников СВО. Вот, затем, значит, в банкетном зале «Старый город» для всех желающих организовывается обучение именно искусству сервировки, банкетной сервировки. То есть номера там контактные и так далее указаны, то есть если кого-то заинтересует, любой желающий может подойти и обучиться азам банкетной сервировки. Бесплатно. Бесплатно. Затем, значит, ещё вот совместно с, сейчас скажу, с Якутским научным центром проводится седьмая научно-практическая конференция об основах здорового питания арктической зоны, да, то есть северной зоны, то есть каким образом должен составляться рацион именно наш северян. Вот, ну и нынче мы планируем, вот у нас тоже есть такая идея, посещение социальных учреждений города Якутска совместно с Министерством предпринимательства мы проводим, будем посещать социальные учреждения в том плане, что мы хотим, чтобы, ну, запомнилось, да, детишкам, то есть дети находятся в больнице, допустим, вот, мы задействуем Чесхана нашего, собачьи упряжки будут, ну и, соответственно, вот собачья упряжка вот проедет, да, мимо больницы, допустим, какой-то, ну, понятное дело, что карантинные мероприятия сейчас везде, да, вот, поэтому вот детишкам, я думаю, что будет очень радостно посмотреть хотя бы из окошка, да, пообщаться там с Чесханом, там, помахать рукой, ну, таким образом вот мы планируем, ну, и, соответственно, понятное дело, сладкие подарки. Вообще отлично, это же столько эмоций, да, они, это же, они на всю жизнь же это запомнят. Да, да. Вот эти вот собачью пряжку, этого Чесхана нашего нарядного, да? Да. Отлично, молодцы. Прям сижу и радуюсь. И на 1 декабря обязательно пойду посидевать. И хотелось бы узнать, вот отдельно мы до передачи говорили о гостях из Монголии, как они узнали об этом фестивале и кто этому способствовал, чтобы они стали даже и участниками фестиваля «Зима начинается с Якутии» практически ежегодно, да? Да. Ну, вот уже на протяжении 7 лет мы сотрудничаем с САХА-монгольским обществом в разных направлениях. Буквально сегодня я разговаривала с руководителем монгольского, с монгольской стороны Амар Жаргал. Она 29 ноября уже прибывает в Якутск с бизнес-участником, как бы по направлению бизнес-проектов, где в фестивале примет участие директор одного из кашемировых фабрик. То есть, возможно, у них появятся и партнёры здесь, почему бы и нет, потому что мы знаем, что монгольские изделия, они же сохраняют нам тепло. Мы носим их варежки, тёплую одежду, да, вот пояса, шапочки. И они созданы из мериноса и верблюжьей шерсти, и действительно сохраняют тепло. Даже наши скульпторы попросили предоставить им или помочь им найти, купить именно монгольские изделия. Но мы им в виде экипировки предоставляем, потому что мы хотели бы, чтобы они всё-таки были здоровы и получили массу положительных больше впечатлений. И я знаю, что буквально 7 лет тому назад, когда впервые мы с ними начали сотрудничать, они привезли художников монгольских с изображением северных пейзажей Монголии и Якутии, потому что некоторые студенты учились у нас в Агике и в Улан-Удэ, Восточно-Сибирской академии искусства. Поэтому они знакомы с культурой, с природой Якутии. И кроме того, принимали участие у нас монгольские команды скульпторов, и в этом году их будет целых три команды, завтра мы их встретим. И еще мы работаем с ними, сотрудничаем в плане... Да, в Кус Якутии они принимали участие. И еще летом они с удовольствием приезжают к нам, привозят красивейшую юрту, где создают выставку, экспозицию исконных национальных традиционных нарядов, еды именно Монголии. Поэтому мы рады всегда, когда к нам приезжают гости, теперь уже наши друзья, и делимся обменом опытом, общаемся, дружим, сотрудничаем. Поэтому мы всегда открыты. А вот эту историю можно рассказать сейчас в прямом? Да, да, да. Вангольского Деда Мороза. История, я уж не знаю, и смех, и мир, как говорится. У нас были Деды Морозы с Тывы, с Калмыкии, с Великого Устюга. Наш главный Дед Мороз был Чесхан, и был Дед Мороз с Ванголии. У него был красивый, шикарный золотой костюм, миховая шапка. Вот они, значит, зажгли ёлочку. А затем у них была программа, должна была продолжиться. Но монгольский Дед Мороз решил забежать в гостиницу, оставить вещи, переодеться, потому что это артист, на самом деле. Артист Монголии. У него должна была состояться встреча с театром Олон-Хо. Поскольку это рядышком, он вещи оставил и побежал, значит, в Саха-театр. Но при этом на следующий день он нас озадачил тем, что у него пропал костюм из гостиничного номера. Мы, конечно, так забеспокоились, подключили все свои возможные связи и так далее. Оказалось, что этот электронный ключ не сработал, и дверь осталась приоткрытой. И вот нехорошие люди просто взяли сумку, где лежал костюм, и забрали. Но в итоге наши, как говорится, коллеги с правоохранительных органов очень быстро среагировали. Костюм нашли, вернули. Мы, конечно, извинились. Но он, собственно говоря, особо и не расстроился, не переживал. Конечно, костюм был с целостей и сохранностей. Но я хочу сказать, что этот артист, он же еще и с якутскими корнями. У него мама якутка, а отец монгол. Поэтому ему было свойственно как-то так это принять. Ну ладно, бог с ним. Ну хорошо, что хорошо все закончилось. Хорошо, что нашли, и дружба все равно продолжилась. Отличная история, которая и у нас, и у них навсегда останется. Дай бог, конечно, чтобы этому не повториться. И буквально у нас осталось совсем немного про вот эти вот нововведения. Допустим, на самом деле я же не знаю, как эти мероприятия организовываются. Вы мне сегодня рассказали про собачек, которые вы для детей готовите. Что они там пробегут, и Деда Мороза покажут. Подарки вы им сладкие подарите. А вот так вот сидите группой. А давайте сделаем то. А давайте сделаем это. Как вот эти мероприятия, как идет подготовка, и как вы придумываете. Да, самое главное, это идея. Да, и потом все вокруг этой идеи выстраивается. Ну, например, мы с коллегами в управлении культуры, мы вообще начинаем работу по подготовке фестиваля Зыны Ямы, говорим, да, сокращенно. Зима начинается с Якутии. Мы начинаем ее буквально после дня города, в сентябре месяце. Потому что, во-первых, надо составить план, программу, осметить, что-то интересное привнести, новое. Потом начинается у нас уже проработка сценарных планов. Мы вплотную работаем с нашими коллегами, потому что кто нас рыбой обеспечивает? Один. Один предприниматель. Да, и потребительского рынка. Поэтому, конечно, создается оргкомитет, и вот там мы уже обсуждаем. Да, проводится мозговой штурм. Это вот мы маленько за кулисей приоткрываем для наших горожан. Да, да. И, конечно же, мы стараемся... Вот даже строганина, казалось бы, ну что там придумаешь? Там же всего три номинации. Домашнее задание – это приготовление блюда, да? Качество строганий и быстрота, скорость. Вот это вот всё мы поощряем денежными наградами. Кроме этого, есть ещё и команда болельщиков. Мы решили нынче привлечь болельщиков. Мы же помним, что по НВК Саха будет прямой эфир идти. И, кроме этого, будут болельщики в зале, поскольку это мы проводим на сцене Центра культуры современного искусства Гагарина. Вот. И чтобы как-то вот наши участники были в азарте, в таком кураже, нужно, чтобы болельщики их поддерживали. И мы для болельщиков тоже приготовили прям мешок карасей. Опять же, наша божанка. Ну, конечно, нужно стимулировать, чтобы была мотивация. Ну, мне кажется, прям на строганину людей, зрителей, болельщиков много. И я ещё забыла сказать, что у нас же участники, победители конкурса ледовых снежных скульптур будут награждаться. Мы придумали нынче новую наградную атрибутику. Будет кубок из латуни в виде льда с изображением символа холода, быка. И в нём будет настоящий бриллиантик. А медали, кроме этого, тоже они будут в форме, ну, круглой формы. Внутри будет изображена снежинка. В снежинке бриллиант чистейший. И название конкурса. Поэтому я думаю, что нашим участникам, как память, будет, конечно, очень приятно получить такую награду. Ну да, и огромная благодарность нашим спонсорам. То есть мы привлекаем, мы обращаемся к предпринимателям города Якутска. И спасибо огромное, что вот они идут навстречу. То есть большинство предпринимателей, предприятий, они вовлечены в этот процесс подготовки. Да, они же дарят вместе с вами, они дарят зрителям вот этот вот праздник, целую неделю различных мероприятий. Конечно, без их поддержки, ну, просто мы даже и не представляем, как мы могли бы такой большой объём, да, столько программ просто обеспечить и пейзовым фондам, и какими-то атрибутами, и так далее. Поэтому, конечно, большое спасибо нашим спонсорам, партнёрам, которые вот ежегодно, несмотря ни на что, находят возможность поддержать и помочь вот в проведении такого замечательного фестиваля. Масштабного, международного, отметим это обязательно. И ещё раз хотим напомнить нашим телезрителям, радиослушателям, вдруг какое-то мероприятие вас очень интересует, вы можете зайти на сайт окружной администрации города Якутска, на социальные паблики города Якутска, мэрии столицы, и посмотреть, какое мероприятие проходит, в какое время, в каком здании. Но, я так понимаю, в этом году чуть-чуть по объектам вам маленько пришлось потесниться, да? Да, с учётом того, что идёт подготовка к международным играм Дети Азии, поэтому все спортивные объекты сейчас в стадии ремонта, и, конечно, мы нашли возможность провести на других площадках, но, тем не менее, всё пройдёт, всё состоится. Спасибо вам огромное за организацию. Теперь люди вас знают лицо. А мы с вами прощаемся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин